Вообще нормально, по мне проблемам никакой нет вообще. Главное, чтобы сейчас не влажное волосо, так и завевалось у меня. Сейчас нормально все с голосом? Скажите мне. Сейчас нормально с голосом или нет? Я так поняла, там мультяшный был голос какой-то. Вот такая красота. Вообще, вот смотрите, какие платья там сошли. Неброятно. Очень красиво. Да? Ну, отлично все. А я думала, что вы мне пишете? Врунишка, Женя, ты делаешь губы? Ну, я не знаю, я доказываю, сколько мы еще не собираюсь. Просто я однажды сделала губы полимером, вы понимаете? Если ты сделала губы полимером, то ты никогда в жизни больше не должен вкалывать туда гиалуронкой или разделайном, или еще чем-то. Потому что может быть неожиданный результат, может быть. Нельзя смешивать. Поэтому я не враг своему здоровью, губы делать заново я не буду. Я не сумасшедшая. Поэтому, если вы считаете, что я делаю губы, ну, пожалуйста. Я сейчас в Памо-студии, мне делают макияж для фотосессии. Ты была в проекте инстаграмщицы? Да. Нормальный голос, ну, хорошо. Очень красивое, спасибо. Женя, почему ты такой не очень хороший по ногтям салон рекламируешь? А ты смотря какой, во-первых. Во-вторых, на любителя же. Кому-то нравится, кому-то нет. От мастера зависит. Может быть, мастер вам попался не тот. И отстаньте уже от моих губ, сколько можно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Губы мы еще не накрасили там хайлайтер сверху. Поэтому еще эффект по глаголу. Если вы знаете, сверху когда делаешь хайлайтер, губы зрительно увеличиваются. Ну, это так, вот, к слову. А мне нравится. Вот видите, кому-то нравится, кому-то нет. Невозможно всем угодить. Волосы не выглядят сухими, наоборот, они очень сырые, поверьте. Они влажные, и мы даже сейчас переживаем, чтобы они это... Они очень нормальные. Просто был хвостик на влажные волосы. Поэтому не переживайте. Реснички, да, я наращиваю. Потому что в обычные дни я не крашусь. Какой кофе черный. И нос и губы все красиво. Спасибо большое. Ты будешь в Минске? Думаю, да. Шикарный цвет волос. Спасибо большое. Смотрите, сколько уже отросли мои волосы. Вот до сюда. Я уже жду, не дождусь, пока он до сюда. Вот, и я отрежу нафиг вот эти белые. Была раньше красивее. Ну, 50 миллионов других людей мне говорят, а наоборот. Более того, мне кажется, я стала выглядеть моложе. Я сравниваю фотографии 5 лет назад и сейчас. Мне кажется, я значительно выгляжу моложе. Ташкент приглашаете? Нет, спасибо. Пока планов там туда нет, но все равно. Антон не платит элементы, потому что я на них даже не подала. Лучше отрасли цвет, я уже отращиваю свой цвет. Кофе выводит кальций из организма. Как твои ногти? Ну, хотя отлично, я, кстати, вообще никогда не наращиваю. Вот, и только покрываю гель-лаком. Восхитительно будет. Восхитительно буду выглядеть, когда мне делать прическу и одену вот те роскошные платья. Они просто невероятные. Антон, где и нет? Покажи мне ничего. Надо уже коррекцию сделать. Вот он, вы сейчас у него, наверное, не увидите. Персиковый такой прикольный френчик. Какие витамины пьешь? Я не пью витамин. Вообще, я вообще-то разница и таблетки. Покажи, пожалуйста, ногти. Только что показывала. Приятно, что прочитала мое сообщение. Сколько такую длину растишь волос? На самом деле, долго уже, значительно долго. Мне кажется, я еще вечно стала. Похожа на Барби. Не стремлюсь, кстати, быть похожа на Барби. Жень, нужно лечить зубы на поздних сроках беременности. Блин, я что, брат, что ли? По-моему, нет. Там потому что анестезия и так далее. Это все вредно. Что за фотосессии? Потом все увидите. Вниз гости летала. Мне очень понравилось. В черный не хочу, что красится. Нет. В черный не хочу. Приветствую, рада, что пьете кофе. Как ты справилась с предательством? Легко. Я об этом даже не думаю. Какой вес и рост, какие процедуры делать на лицо. Увлажнение, пилинг, легкие. Не более того. Классно, спасибо. Что еще менять всего больше? Что я поменяла, кроме носа? Так, она отвечает на вопросы, которых не видно. Здрасте, я что-то придумаю, что ли? Так. Даша, подруги. Ну что? Женечка, покажи, что вокруг. Вот там девочка. Хорошо. Тоже красотка, везде красивая. Везде красота. Я висы, везде всегда. Всегда окружаю себя только красотой. Все никак на себя не налюбуется. Там он завидный. Блин, горло у меня болит. Короче, никак не вылечусь я. Ой, комментарии пропали. Женя, почему ленточные, а не капсульные врачи? Потому что, на мой взгляд, капсулы вообще выдирают волосы. Ленты, они как-то полимеры, и они как-то фиксируют волосы. А когда снимаешь капсулы, какими-то там пассатижами их ломают, волосы тоже ломаются. Блин, почему-то остановились сообщения. Женя, что в подвале, да? В подвале, мы вообще любим сидеть в подвале. Как притмахер зовут, волшебница? Надя. Почему не подаёшь на элементы? Времени просто мне не хватает. Я, кстати, приеду и обязательно подам, поверьте мне. В погребе, да? Да, в погребе, именно. Что ты сделал своими губами? Боже мой, отстаньте от моих губей. Ничего я не делала, просто хайлайтер на них нанесён, понимаете? Мы их не красили, дабы я попила спокойно кофе, понимаете вы или нет? Надя, очень красиво. Спасибо. Какое у тебя образование? У меня высшее образование, я уже миллиард раз об этом говорила. Эмоции, радости и возмущение одинаковое. Извините, что не истерю и не смеюсь, как лошадь. Я просто красила, сделала прическу, стараюсь сильно не двигаться. Это нормально. Хочу нарастить волосы и боюсь. Ну, а полимер, вот лента, они же не страшны. Их даже можете сами снять, если вам понадобится. Антон, помогать с деньгами? Нет, я об этом тоже говорила уже. Губы большие у меня, да, и что теперь? Хотя даже не так слабо. Мне нравится. Ты что игноришь? Игноришь. Когда болит горло, первым делом заливаю в горло перья кислородорода. Что колешь губы? Я не колю губы, я уже об этом ранее говорила. Ты сильная девушка? Ну, наверное, да. Я просто знаю, чего хочу. Вот все, не считаю, что прям сильная. Просто знаю, что хочу. Антон не платит добровольно. Ой, давайте про Антона больше не будем. По-моему, избитая тема, уже не актуальная совершенно. Отстаньте от буха правильно, вот, солидарно целью. Привет, Минск. Привет из Белоруссии, привет. Ты и не читаешь сообщения про губы? Я не читаю, по-моему, все утро, сегодня вам с вами весь день уже про губы. Как Дани? Дани, звучит. Дани, я его называю. У нас завтра няня уезжает к себе туда, домой. И поэтому мы с Даниилчиком будем вообще одни. Привет из Владислава Хабаровска. Приветик. Давайте без приветов. Давайте что-то интересное спрашивайте, я вам расскажу лучше. Так, как дела с магазином? Все отлично, кстати, приходите. У нас очень много мужского вчера, просто нового я свезла. Очень классные футболки, просто нереальные. Джинсы, брюки, ветровки. Ну и для девочек, конечно, тоже есть. Поэтому на теплом стане, в Принц-Плазе, приходите в мой бутик. Я там периодически бываю. У тебя нет подруг, у меня есть подруги, поверьте мне. Если они не лезут в кадр и не хотят зафиксировать свою физиономию, это не значит, что у меня их нет. У меня не все публичные люди, не все. Привет из Грозного. Привет. Кстати, мне сегодня прилетели из Дубая платье. Очень красивое. Две штуки, подарок. Потом вам покажу. Они просто невероятные. Часть какой-то уже... Вот, а эти платья прям под меня совершенно очень красивые. Как-то я сестра Наташа... Вот я буквально на днях лечу Киров, кстати. Так мои волосы так сильно не делай, ладно? Берегу. Дубай, да. Женька, ты очень хорошая. Удачи тебе, спасибо большое. Я ушла от тирана, пишет девушка. Как твой сыночек поживает? Отлично. Я не говорю, сейчас помощница у нас уезжает. Будем с ним вдвоем хозяйничать дома. Татьяна сегодня, нянечка наша, наготавливает полный холодильник еды, чтобы мы будем одни дома. Так, что мамочке подарила, я вчера ей накупила, очень красивое платье, кстати, надеюсь ей подойдет. Вот. Сегодня, сегодня уже не успеваю, завтра еду покупать подарки племянникам и сестре. Так, вот ладно бы ты не с дома была, никто не видел тебя. Зачем так откровенно врать? Николин был. Боже мой, что? Я еще раз говорю, я однажды только сделала внук. Если вы хотите думать иначе, это ваше право. Если вы были более образованы, или хотя бы в этой сфере разбирались, вы бы, наверное, поняли, что после полимера, повторюсь, нельзя вкалывать больше никакой другой состав. Это небезопасно. И я не врат своему здоровью. Поэтому больше я ничего не колю. Как ты глаза стираешься наручными ресничками? Ну, очень аккуратно, ватной палочкой. Почему у нас, говоришь, да, у меня болит горло? Что любит кушать Даниэль? Даниэль, кстати, маленькая, он любит котлетки, нянины, больше всех на свете. Еще варенички, а когда няня печет, например, что-нибудь, например, Наполеон, или еще что-то. Даниэльчик из этого теста делает все колобки. И Татьяна в духовке их запекает, и он думает, что это настоящие колобки. Глазки мы там делаем ему, с носиком. Полимер сейчас убирают. Вы не поверите, я его уже убирала хирургическим путем. Если вы не знаете, опять же, полностью полимер убрать нельзя. Короче, я на этот вопрос собаку сел, поэтому, пожалуйста, не умничайте. Насколько ты считаешься образованной? Я считаю, что я достаточно образованный человек, но, как говорится, нет, придется совершенства. Если понадобится, пойду получу, возможно, и второе высшее образование, если это того и потребуется. Пока что нормально все же. Сама вообще готовишь? Нет. Если понадобится, я смогу это сделать. Опять позвонили. А что значит Берни? Ой, боже мой. Я думала, что это значит, что ли? Я вообще бы это даже не задумываюсь. Не-не-не, что готовишь ты для сына? Я еще ракурию не готовлю. Или надо обязательно готовить? Я другие вещи делаю, я работаю туда. Или надо стоять борщи и готовить круглые сутки? Зачем? Ну, это и весь человек, который это делает. Еще раз говорю, сейчас няня уедет, буду готовить я. Очень меня удивляет это совковое воспитание. То есть обязательно женщина должна стоять у плиты и готовить. А если, например, не нужно зарабатывать деньги? То есть я должна все равно стоять и готовить. Для этого есть человек, который очень хорошо готовит, который обучался на этом. Вот эта старая закалка, вот эта вот все, не хозяйка. Успокойтесь, каждый свой выбор. Вы хотите готовить круглые сутки? Кто вам мешает? Режим твоего дня? Ну, по-разному, я очень много времени сейчас провожу в бутике. Я так легко отпустила Антона. Вы не знаете, я вообще сама ушла. Просто он тебе для этого сделает. Вот. И вообще, знаете, мне кажется, надо отпускать людей, если ты не видишь не то, что взаимности, если у вас уже все отношения подходят к нулю, зачем мучить друг друга? Надо отпускать человека, повернуть, в жизни все не просто так. Обязательно появится на горизонт, где ты более достойный. У тебя есть мечта, да. Скоро я ее реализую, дай бог. Я все для этого делаю. Поставленная грамотная речь. Не то, что только в одиночке. Я даже не считаю, нужно у нас сравнивать. Мы совершенно разные мечты. Что на тебе? Есть? Так, 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 так. Есть уже мужчина сердца. Я ни с кем не встречаюсь. Так. Она любила Сашу Задойного. Боже, вы еще вспомните, какие вы древнемогнатые времена знаете. Что скажешь про комплевит? Мне кажется, кому-то подходит, кому-то нет. Все относительно. Глаза, как у кожи. Ливина, думала, можно какую-то прическу там соберем, а потом или нет. Просто сильно кудрик-кудрик, как-то я не знаю. Как ты защищаешь свои волосы в горячую кладку? Вообще, конечно, мы, как правило, спрей наносим термозащитой. Как похудеть? Есть. Другого варианта нет. Ой, конечно, страсть. Но некоторые в страсте начинают кушать, как сломать. Блин, горло болит. Ложу голос, под не пропал. Приветствую тебе, здоровья, тебе счастье. Спасибо большое. Улыбайся чаще. Я с вами сейчас общаюсь, что я без причин, она должна как дурочка улыбаться, что ли? Поверь, у меня очень хорошее настроение. Я очень хорошо настроена к вам, позитивно. Не дергаюсь, меня? Пошел. Я в стрессе другой, а ела все подряд. Это не я, девочка пишет. Не знаю, у меня стресса я вообще не могу кушать. Тупенькая немного. Ну так, если я тупенькая, немного что-то сидите. Значит, вы тоже не сильно умная. Раз сидите, уже час со мной. Ты очень официально, нормально я разговариваю. У меня просто болит горло, и я стараюсь не шевелиться, пока мне делают угладку. Ходить похудеть не жрите. Ты правильно, Женя говорит. А можно с тобой встретиться? Нужно понимать, какая причина у нас должна быть для того, что встретиться. А вообще, встретиться, конечно, можно. Я же обычный человек. Я хожу по земле, как говорится. Хожу по магазинам. Все как все. Все как все. Не трясти камеру. Может, мне ее поставить вообще-то? Кстати, это будет правильно. Уже укладывалась. Поварачивай, что этого не додумалась. О, другое дело, да? Узнаете я на улице? Да, узнала. Я постараюсь. Мне это не нравится, короче. Три звонницы, подряд. Да блин, а, все. Женя, что с Антоном? Прям все. Без поворот, но понятное дело. Что, о чем мы вообще поговорить? Можно я накинула с Николой эту штучку? Черт, она похолодалась. А, ладно. Ну, похолодалась. Ой, аккуратно. Там можно чуть-чуть не понять. Так, звонят. У тебя что с голосом? А что опять? Опять, короче, голос. Как относишься к Нелии Армалаевой? Я за нее очень рада, что у нее в семейной жизни хорошо складывается. Мне кажется, самое главное. Как называется твоя любимая духи? Блин, я забыла, как ее называть. Но они есть, они появились. Раньше просто не могла определиться. Потом вам расскажу про них. Покажу. Так, Женя, хорошего тебе дня, спасибо. Жень, почему? Если у тебя высшее образование, да, есть. Я этому долго уделяла время. То, что мама мне с детства говорила. Без образования никуда. Без образования никуда. Чай с лимоном. Мне вчера не сильно помогло. Чай с лимоном. Чай с лимоном. У меня бутик. Если вас пользуясь случаем, приглашаю в торговом центре Принск Лаза, бутик Гусева. Приходите. Со своими молодыми людьми. Для молодых людей у меня особенно классный товар. Это что значит? Я, может быть, не понимаю, что это. Женечка, у тебя диетолог или ты сама фигура? Нет. У меня нет никакого диетолога. Заур появился здесь. Заур, привет. Занимаешься, как жить? Мед раздражает горло, серьезно? Я не знала. Буду знать, если это правда. Сколько рекламы в институте стоит? По рекламе, друзья, пишите все ватсап. Женя, ты читаешь стихи сыночку? Конечно, он даже знает много стишков. Сейчас мы с ним читаем с улицы рассеянной. С улицы бассейна. Ах, какой рассеянный. Вот это мы читаем. Он уже выучил. Женечка, ты очень красиво. Спасибо. Одежду отправляйте в другие города. Я хочу наладить правку. Пока что я этим не занимаюсь. Вот наиму человека. Миша, привет. Я тебя не игнорирую. Просто не успешу сказать. Я тебя обожаю. Спасибо. На элементном буду подавать. Скажешь, чтобы зарядка не села. Зарядка садится. Волосы не крашу, я уже говорила. Поедешь в Томск. Зачем? В Иваново не откроете бутик? Мы уже открывали в Иваново бутик. Франшизу, продавали. Где делаешь реснички? У Анны Кличко. У вас ребенок выглядит старше своего возраста. Это правда, да. Он очень высокий. И все думают, что он 6-7 лет. Хотя ему всего 4 годика. Как относишься к зависти? Я к этому привыкла. С первого класса. Никак не реагирую. Прекращайте мне звонить, иначе вынуждаете меня поставить на авиарежим. Так. Только из-за тебя начала смотреть Дом-2. Господи, Дом-2 уже позади. Уже сколько? Пять лет прошло, как я на Доме-2 не нахожусь. Уже много чего поменялось за это время. Ты ревнивая? Со временем перестаю быть ревнивой, честно. Я просто начинаю разбираться. Если я нужна человеку или нет, если нет, то я просто уйду и все. Я не грустная, у меня все хорошо. Я просто сосредоточена на наших вопросах и не дергаюсь на мне прическу там. Мед есть нежелательно, но пить медовую воду полезно. В каком районе живете, не скажу. Женя, куда собираешься? Сейчас фотосек будет. Достали звонить, начинали. Глаза как у куклы. А я кукла, я Элло. Что-то я не почитала. Вы реально думаете, что у вас больные люди, скажите, которые начинают звонить просто так, чтобы эфир сбивать? Для чего? Просто позвоните, что на трубку не возьму. Меня это бесит. Наверное, еще не пообщаюсь с вами, поскольку... Или мне присоединяйте с другой телефона. Женя, передай привет. Хотела бы уехать в другую страну. Да. Я не патриот. Красивая укладка, спасибо. Почему? Сейчас, секундочку, подождите. Сообщение почему-то не двигалось. Чечню когда? Короче, пресс выходить, наверное, с другого телефона. Езжай на Украину. Зачем мне езжать на Украину? Там, кстати, никогда в жизни не была. Какую страну хотела бы? Ой, я бы там не думала. Какую-нибудь теплую, жаркую страну. Когда будет следующий кастинг, я обязательно вам объявлю. Очень жаль, что не общаешься с Дашей. Так бывает. Жизнь... Если не патриот, зачем депутаты целишься? Ну а что, я живу в России, что теперь? Вообще, что ли, мне теперь ничем не заниматься здесь? Качество плохое. Качество плохое. Еще раз напишите. Плохое? Ой, прикольное. Вот это у вас мне нравится. Кто-то помогает тебе? Нет. Невозможно прерывать, да, потому что звонят, особенно умные люди, звонят круглые сутки. Думаю, что я возьму... Плохое, да, круче? Сейчас, наверное, буду с вами прощаться, потому что мы заканчиваем, уже будешь переодеваться. Спасибо людям, которые мне трезвонят сейчас каждые 5 секунд. Все, давайте. Целую, пока. Продолжение следует...